I have ways of blowing things off У нас детектива и убийца Мы до сих пор не знаем, кого он убил Но, скорее всего, все его подавленное состояние как раз от этого До этого у меня были некоторые мысли о том, что... Опять эта музыка О том, что, возможно, то, что его бросила жена Слишком крутые последствия Но теперь я думаю, что я вижу под этим гораздо больше всего Эм, так Андре А, мы обо всем договорились, чувак Представь, как здесь соберется тысяча человек Десять тысяч он машет руками И его движение просто невероятно неуклюже Вообще не хардкор Вибрация экстаза, предельный улет А еще я закончил настраивать новый компрессор Он бросает взгляд на стоящий в углу внушительной черной ящики Из которого потоком льется звук Осталось только придумать ночному клубу название Кажешь нам эту честь, детектив? Эй, камон Нойк, что ты думаешь? Сона, вы что думаете? Ким, что думаешь? Никак, я бы вообще не стал открывать клуб И не стал бы его называть Подпольные местечки без названия Человеку Крабу Это понравилось бы Мы не рассматриваем варианты, которыми понравились бы Человеку Крабу Асель, ну че ты? Почему? Асель, у него есть кое-какие идеи Идеи из другого уровня сознания А что ты думаешь? Да мне плевает, мне вообще не нравится Человеку Краб Так Сона А я не знаю А я и не знаю наверняка Ну и хорошо, а то у нас и так слишком много вариантов Ноэк Амнезия Амнезия? Типа как не могу вспомнить название клуба? Амнезия! Так, камон всегда в теме Не, ребят, никакой амнезии Э, камон Яко-кота! Кричил со сцены большой панк, размахивая в воздухе руками Яко-кота! Место всех устремлений А, место всех устремлений Яко-кота! Зона электрического катастрофы Не, камон, это слишком мрачно Есть еще варианты? Хард-кор! Мега-хард-кор! Улица расцветает по пятоносной Но совершенно безумная улыбка Не, это должно быть масштабнее хардкора Вместе с осознанием к Андре приходит беспокойство Даже масштабнее мега-хардкора Масштабнее всего жанра Асель? Я бы выбрала что-нибудь попроще Как насчет просто клуб? Слишком авангардно Андре качает острыми сосульками своих волос И слишком иронично Нам не нужны иронии Нам нужна естественность Естественность, правда и красота Как утром после рейва Ладно, ты сам что думаешь? Как назвать? Он погружается в размышления Задумчиво теряя рукой волосы Все названия, что мне удалось придумать Звучат как-то неправильно Андре слишком сильно заморачивается на этот счет Поясняет девушка с микрофоном А, ты должен сделать это сам детектив Спидпанк с ниткой желтых буст на шее Смотрит на тебя Это поможет настроиться на нужную волну Хорошо Ты нам здорово помог Так будет правильно Хорошо, давайте Правда? Андре передает... Перестает теребить волосы И так, и как же? Западный реваш Я думаю, что диско Элизиум Правда, вы тут не диско? Ну да, давайте Типа как-то Дорианское слово, которым называют мир Элизиум Да, еще и диско Элизиум Произносится на сомнении Не слишком ли эксцентрично? Разве диско еще актуально? О нем же все уже давно забыли Прошлое это будущее Но будущее мертво Да нет же, это прекрасно Прекрасное и смелое название Как мы и хотели А еще Короткое А еще Запоминающееся Значит, договорились О, навык пришел 70 Круто Значит, договорились Добро пожаловать в диско Элизиум Луч Стробоскопа Пробегает по танцполу Крашивая его синим и фиолетовым Андре Пускается В дикое подобие пляски Празднуя, что у клуба появилось название Кто-то добавляет ритм Плыви по течению Присоединись Почувствуй Понаблюдать Что ты делаешь? Танцуй он Выдает очередную серию Странных телодвижений Но они не выглядят Ни современными Ни крутыми Честно говоря Это вообще довольно отстойно То есть он То есть он Называет танцами Вот это абсолютно Не хардкорное Кривляне Нужно поговорить Я хочу поговорить О твоих так называемых танцах Конечно, чувак Он радостно скачет Его движения Перемежаются Вспышками стробоскопов Ночного клуба Самообладание Поговорить Поговорить Кому нужны эти разговоры Когда можно выразить Все танцем Я все хотел спросить Что у тебя с волосами? Это выражение Моей индивидуальности Это что там? Плеж? Сложно сказать Наверняка Из-за этих шипов Плохо видно Но похоже Он начинает лысеть А может ты просто лысеешь? Так важно для тебя Твоя индивидуальность? Иначе я бы был Просто очередным бедняком У которого ни денег Ни образования Среди статистическим человеком А так Помимо этого У меня есть еще и крутой причесон Чувак Может ты просто лысеешь? Или я просто лысею Да Хочу соединить остатки Своих волос Прежде чем они покинут меня Он даже не заморачивается На эту тему Хочу чтобы все видели Мои волосы И мне вообще насрать Что ты думаешь По поводу моего возраста Мне двадцать Сколько тебе на самом деле? Мне двадцать Понял Отстал Самообладание Стандартная игральная кость Анти... А чем мне поможет Стандартная игральная кость? В данном случае Самообладание Погоди На этом все А что у меня есть на самообладание? Какие шмотки? Скорость Самообладание желтое, да? Мне бы пора, наверное, выучить Что... Где у нас что дает Но я никак не могу запомнить Потому что у нас Слишком дофига... Так Восприятие Эквилибристика Вот Туфли на самообладание Что нам дает? Восприятие Давай туфли на самообладание Накинем Эквилибристика Энциклопедия Восприятие Координация Вот Штаны на самообладание А эти что давали? Королевство совести Ха Эмпатия Сумрак Драма Хорошо Попробуем вот так 28% Наш любимый процент, да? Завершить беседу Ф5 Ну рискнем Понятно Получилось Всего с третьего раза В общем, если у меня получается Продавить триггер Не используя очки навыков А чисто на шмотках То это вообще святое Это нужно делать Ты закрываешь глаза Чтобы освободить свой разум От лишних мыслей Оставляя только одну Куда подевался Тот дрожащий огонек Древний и рептильный мозг Полная темнота Ты утопаешь в самых темных Глубинах своей личности Позвонок за позвонком Проходишь сквозь Несформированные Черепа собственного хребта Здесь все и начнется Куда делась церковь? Какая нафиг разница? Ненавижу зарождение жизни Ненавижу этот мир Ненавижу все ибо И всего единственное Что я хочу это танцевать Дай мне просто потанцевать Господи И где же твой Господь? Куда исчезла музыка? О нет Не переживай Музыка на месте Это ты исчез Нет, правда Почему я не Сосредоточенно прислушаться? Ничего Лишь абсолютно тишина Твоей спинномозговой жидкости Электронная тишина Электризированная Что там насчет Несформировавшихся черепов? Эй Открой тебе маленький секрет Каждый твой позвонок Это несформировавшийся череп Который выпрыгнут Готовый выпрыгнуть И заменить с собой старый Так как зубы у акулы Тот черепок Которым ты сейчас находишься Уже сформировал в себе Маленький мозг Ждет своего часа Чтобы править миром Как и надлежит Где он? В спинном мозгу Что тебе нужно? Насколько я могу судить Он собирается зайти В танце Черт с тобой Давай потанцуем Какое безрассудство Да ты хоть знаешь Что происходит На поверхности Может ты там уже тысячу лет Прошла Или может тебя начало трясти Всего пару секунд назад Глаза все еще закрыты Первое что ты чувствуешь В кружащейся темноте Собственное туловище Это тепло Теперь ты вспоминаешь Ритм и пластичность В зловонной деревянной церкви Где-то на побережье Перевошелись С каждым дерганым движением Раны полученные тобой в войне С собственным телом Затягиваются Открыть глаза И танцевать Как никогда не танцевал Да Да Вот это называется танец Вот это называется танец Ты превратился В безупречный механизм Взаимодействия Состоящий из плоти Крови Аппроксимации Пульсации Исходящие от установки Динамиков Что принадлежат кому-то По имени Эй Камон Все целое Все целое Непреклонное Идиотское Без жалости И страха Вот так нужно танцевать Чувак Смотри Вот он Король диска Здесь Свободен от самосознания Никаких размышлений Только действий Ничего кроме действий Господи боже Будущий представитель Панка Смотрит на твою демонстрацию Хардкорности Распахнув от удивления рот Быть того не может Шепчет он под нос Еще как может Из катушечного микшера Гремит гимн будущего Который никогда не наступит Стоящий За микшером Парень Секунду-другую Наблюдает за твоими движениями Сейчас он скажет Хардкор Затем бросается Повторяет Твои чудовищные А Чудовищные Па Вопя Что есть мочью Аааа Он забрасывает Уголотвертку И патроны Для дрели И начинает Неистово Пускаться В пляс Неуклюжность движений Он слегка Компенсирует Яростным Энтузиазмом Пасать на Андре Таков закон Ким, иди сюда Позвать лейтенанта Что еще я могу сделать? Я хочу выйти за пределы Что ты делаешь? Девушка немного сдвигает наушники И поднимает подбородок Выжитающий, глядя на тебя Соно включается в разговор Прежде чем ты успеваешь повторить вопрос С Сэля Разве ты не хочешь потанцевать? Напарываешься к Соне Затем обратно к тебе После чего энергично качает головой И снова надевает наушники Нет Записываю Ведущая программистка бросает на девушку Понимающий взгляд И возвращается к работе Так, Андре Вперед Ты обязан Юноша несколько раз подпрыгивает Затем бросается Выполняет те же танцевальные движения Добавив к ним размахивание руками Ким Может присоединишься? Чувак Реально клево же все идет Что здесь происходит? Лейтенант смотрит Как вы со спидпанками Отжигаете в церкви Психи окончательно Слетели с катушек Хулиганье Бурчит он Ха-ха-ха-ха-ха Да ладно, чувак Столкнулись с ситуацией Чрезвычайные мы Звоните на подмогу Код 31 С другой стороны Возможно не нужно Втягивать лейтенанта В этот В этот Новаторский Дэнс Паттл Код 31 Лейтенант устало Потирать переносицу Лучи света Отражаются в его очках У него определенно Возникли трудности В адаптации К новой реальности Код 31 Чрезвычайная ситуация Серьезно? Да, офицер Запрашивает подкрепление На танцпол Быстрее Ха-ха-ха Лейтенант однозначно Вскрещивает руки на груди Что происходит? Лейтенанту приходится Перекрикивать Футуристическую музыку Грохочущую По динамике Это не я Музыка давно Все решила за меня Мне просто Мне осталось Только повторять Притворять в жизнь Ну что ж Он наглядывается Он наглядывается Цирковный пол Тогда отжигайте Мы не уйдем отсюда Пока всех не порвем Эй, я ж позвал тебя танцевать Что? Я же говорю Что на танцполе Чрезвычайная ситуация Чрезвычайная Ты слышал, Ким? Мне требуется подкрепление 58 Пожалуйста, получись Да Кто тут за главного? Ты, лейтенант Это первый и последний раз Когда я пользуюсь Своим высшестоящим положением Это приказ Вы издеваетесь Ты абсолютно серьезно Поверь мне А теперь давай, лейтенант Пришло время зажигать Пришло время чего Лейтенант наклоняется ближе Пытаясь расслышать твои слова Сквозь пульсацию ритма Я сказал Давай зажигай Черт тебе поверь Буги-буги Ладно, ладно Он отступает Подняв руки И наблюдает за Фортелями Которые Выделывают твои ноги Вот Лейтенант Ненормальный Он Поправляет очки Затем поднимает воротник Как можно выше Так, я понял Это просто Иступленное Отрыгание ногами Вкупе с Что-то Вроде народ Не Танец уби Не, народ уби Тут ни при чем Это хардкор А, афыркает лейтенант Как скажете Лейтенант Хорош болтать Давай танцевать Да неужели Я 15 лет проработал В отделе По делам Совершеннолетних Уж как-то знаю Что значит Возрастные ограничения А как вам такое Да Чувак Давай Вот Это лучшая Туса Которая в принципе Только могла быть Блин Он умеет танцевать Смотри Красавчик А, лейтенант Начинает так Нистого Отплясывать На саконовую полушку Становится страшно Что доски Под ним Вот-вот Проломятся Образуя дыру Расходясь Расходясь Трещинами По полу ломая колонки и обрушив крышу прямо вам на головы что еще могу сделать все выйти за пределы динамики движения твоего динамика движения твоего измученного тела граничит с экстремально возможны ты просто невероятен ты чувствуешь что подключены гипертяга станет точкой невозврата это даже немного грустно верить что всяком всяком пашка в сборе для такого все вместе где же вы давай по новой хардкор витает в воздухе не от этого звучит звучание хайр срывает что ведь она вдруг становится что у вас срывает хайр чувак ясно это как от слишком уж как-то уж слишком теперь извините подключить гипертягу я 180 процентов пожалуйста да не на побережье в бухте мартина за стоит маленькая потрепанная непогода деревянная церковь построен 380 лет назад поселенцами из акцидента скорее всего чтобы защитить людей от аномалии которая в самом центре здания посреди церкви дергается офицер гейм искривляя свое тело в про при дурковатых посох открывая миру будущее танцевальной музыки никто и никогда не танцевал хардкор не не покидает странное чувство что это такой холод даже сейчас я на ревашольер я столица столица что ты имеешь ввиду я клочок мирового духа покровительница ревашоль а погодите это то что я думаю ну-ка мое сердце русло ветра мой воздух стелется красным и у меня сотни тысяч светящихся рук с приходом утра я приношу промышленную пыль и рассеиваю по листьям деревьев я стряхиваю с этих листьев пыль чтобы покрыть и твою одежду я видела тебя видела видела с ней видела без нее видела тебя на полукруглом гребне холма ты можешь разговаривать со мной модуляции моего голоса зарегистрированы термометрами и барометрами ты вдыхаешь меня ноздрями чувствуешь волосками на загривке я также оседаю в твоих легких и рудиментарно рудиментарных органах везде где могу но кто я такой почему ты говоришь со мной ты офицер гражданской полиции один тыс ин ребус надевай форму ты берешь с собой мою душу ты свободно перемещаешься по моим улицам в мотокарете и пешком тебе доступны потайные закоулки ты бродишь среди тех кто прячется ты нужен мне ты поможешь мне остаться на этой земле будь бдительным люблю тебя офигеть цель ргм лежит на полу маленькой деревянной церквушки во глаза закатились язык свисает изо рта вокруг него стоят люди он медленно приходит себя хорошо отдохнули я говорил с самим городом ревашолем ну нифига себе кто бы сомневался чего двигался ты просто улетно это все конечно хорошо но вообще-то нам пора достаточно аэробики на сегодня это это было очень круто сейчас возможно тебе показалось но эй камон вроде даже убавил громкость в знак уважения чувак да это ох чувак уже просто будущий представитель спидпанка задыхается от восторга а теперь представь если бы мы могли построить это только типа на тысячу человек конец развития человечества задача выполнена но я бы не стал заходить так далеко а я бы стал ты совершенно выбился из сил мышцы расслабились и ноги болтаются как макаронины да давай пока это туфли те самые туфли которые я достал те самые туфли которые а так помогли мне так самообладание у нас эти брюки были на королевство совести наверное оставлю пока брюки на самообладание это было очень часто полдена у нас опять два поинта два с половиной круто так эй камон ну ладно так погоди сколько у него реплик надо выяснить как это все делается промолчать промоута так сначала я хотел спросить доброе утро до 1 2 3 и как вот земля мечты я начинаю подозревать что это все вообще не имеет малейшего отношения к расследованию земля мечты что это значит я как вот а хардкорное место и как вот это градская аббревиатура термина зон экологической катастрофы сельскохозяйственные мегапроект самой юго-восточной области градской изолы в ходе его реализации использовались наши технологии орошения неизвестные доселе удобрения замысловатая сеть орошений из изуродован изуродовавшей землю целые моря фос фосфорной грязи тут и там разрозненные брези разодранный брезент хлопает полтора еще приходит на ум пара заплесневелых и резиновых сапог на самом деле хардкорное место так вот так черт так это ни к чему не приводит тут нужно промолчать теперь здесь ты точно уверен да явно слышится да 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 значит есть музыка я занятный заявил и команду о тощий призрак смотрит на тебя с неким недоверием я тоже я тоже он принимает трясти головы чтобы остальным поняли о андре чуть глаза на лоб не вылезает когда он наконец доходит так вот почему тебя называет эй камон эй камон эй камон и кстати да потому что мега эй камон и давай камон камон все серьезно пришествие но это не разгадывает его тайну эй камон и команда просто ну ладно черт на него целый квест завязан на этого чувака понимаете промолчать ты уверен вот на втором у нас над и а потом значит этот этот а то нет я просто так сказал но что что действительно настоящий микс ну то есть в обработке пепельона но не были слишком углубляться пришествие черт чувак тебя разгадать реально очень сложно еще раз промолчать еще раз промолчать просто промолчать Промолчать Нет, серьезно, мне кажется, это не хардкор Вопрос в том, что Вопрос в том, в чем вопрос Просто ответ на вопрос Струмно, если бы задал тебе вопрос Но я не задавал, поэтому это просто Это просто тупо Но вопрос-то был Промолчать, промолчать, промолчать Промолчать Нет, серьезно Так, просто ответ на вопрос Вопрос-то не было Ай, зараза Сколько же на тебя времени-то нужно потратить? Хорошо, промолчать, промолчать, промолчать Я не хотел Вот так вот Я начинаю подозревать, что это вообще Не имеет ни ваше отношение к расследованию Послушай, у меня найдется ответ на твой дух Воспорит и увидит Черт, ладно Я к этому еще вернусь С вот этой девчулей надо поболтать Она Насвистывает какую-то мелодию Старый добрый контактный микрофон Найдешь закреплен в деревянной кафедре Заслышу твои шаги Она Отрывается от работы Поворачивается к тебе Привет Она Не смело улыбается Я тут записываю новые звуки Которые издают все эти балки И стропила Звуки Передаваемые деревом Такие классные Скрипы И все такое Как будто ты под водой Только под водой Внутри дерева Ну и не о том На самом деле Я хочу поблагодарить тебя Зачем? Вернее за что? Ну должно было быть написано За то, что поможет мне и моим друзьям Попасть сюда С твоей помощью Мы даже нашли новых Партнеров Так сказать Как пожаловать остальные? Думаю хорошо Ноэк изучает обстановку Кажется резьба И его очень впечатлила Андре Настраивает компрессор Занимается организацией танцев И Камон поддерживает боевой настрой Он главный на сцене Программистка Сона Занимается своими делами И ради компьютера Она не очень разговорчива Человек-раб Особо не высовывается Слава богу А теперь ты не могла бы Мне рассказать о своих коллегах Ооо Наконец-то Чтобы она рассказала о своих коллегах Не вопрос Ты же нам помог Услуга за услугу Что тебя интересует? А Сони? Про Экамону надо поспросить Хорошо Эм Она немного странная Неразговорчивая Я не очень хорошо понимаю Как к ней подступиться Честно говоря Только чувство Что большую часть времени Она не в духе Но сегодня утром Она рассказала мне Про Фельвов Про Фельвов? Асель задумчиво прищуривается Будто слышит это слово Впервые сказала И казалось до странного счастлива Похоже у нее были Какие-то идеи Художественные идеи Связанные с этим совпадением Слушаю ее В полуха Потому что была занята Своим микрофоном Ну что насчет Тьяго А Человек краб Она вздрагивает У меня от него мурашки Он так странно двигается Но он Не часто спускается В основном гуляет по балкам Я стараюсь держаться подальше От человека краба Но Ноик с ним разговаривает Похоже у них есть что-то Есть что обсудить Ноик разговаривает С Ноиком разговаривает Зачем? Понятия не имею Ноик говорит Что по какой-то причине Они ладят Наверное Оба одинаково сумасшедшие И чем он Там занимается Что знает Она пожимает плечами Он не слишком-то разговорчив Знаешь ли Да и как его Да и как его спросишь Не будешь же просто орать в потолок Спасибо Андре Андре Ну он клевый Хотя так и не скажешь Но он клевый для меня По крайней мере Он заботится О всей фигне То есть Извиняюсь У него есть видение Того как должна быть То как должна быть жизнь Понимаешь Он расставляет все по местам Такой организатор И что он организовал Ничего Но с другой стороны Здесь и организовывать-то нечего Ему правда хочется Чтобы с этой церковью Все получилось Должно быть Когда нашел ее Вот в таком состоянии Совсем заброшенной Счел это каким-то знамением Сказал что Исполняет пророчество Не знаю откуда он это взял Улыбается она Андре не так Чтобы слишком умный Я никогда не видел его Настолько Взвинченными Ведь это Его обычное состояние Он был в каком-то отчаянии Будто это последний шанс Или что-то типа того А может он просто был Под кайфом Кто знает Ну то есть Не под наркотическим А просто под кайфом Расслабься Мы конечно офицеры полиции Но на нас клейма Ставить негде Мы прогнили насквозь Ты можешь говорить с нами О наркотиках Прочи К ним не пофиг От жизни Понятно Проехали Может он лысеет И думаю что это его единственная надежда Может и так Смеется она У него какая-то Фаза саморазрушения С этими волосами Обесцвечивает их под корень Наверное хочет полностью От них избавиться Он твой парень Да Кивает она Хорошо Об остальных Ноек Кажется он из Фабура Как и все мы Ну может кроме и Камона Насчет него я не уверена Но но и все остальные Из Фабура У нас Паломничество К Полезию Ого Живет Живет по хардкору Чем он занимается Ты про работу? Да Он плотник С образованием Все серьезно Он очень хорош В своем деле Просто его склад ума Не подходит для работы В какой-нибудь там Мастерской Что у него за склад ума? Он придерживается Принципов хардкора Тебе придется самому У него все выяснить А как насчет Тебя? Я Она широко улыбается Подчиняйся законам Что ищется паломничеством? Обычное дело Для бедных детишек Из Фабура Мы делаем это каждую весну Чтобы убить время Приходим Проходим всю Бути-стрит До самого джемрака Или откуда Сможем дойти В чем проблема? Ну не знаю Чувак Ты вообще бывал На Бути-стрит? Это же То еще местечко Агрессивный алкоголик Который Предположим Я не бывал На Бути-стрит Ладно Тогда тебе стоит Сходить туда И самому посмотреть На Буги Не Бути Это Бути-стрит А, Бути-стрит Бути-стрит Клево Там полно Иммигрантов И всяких разных людей Еще я агрессивный Фашист И не одобряющий Разных людей Так что не думаю Может я так и сделаю Если доживу Время туда доберусь У меня срочно Сердечные боли Нужно Продолжить пить Может я так и сделаю Да Говорит она И добавляет Надеюсь у тебя получится Хорошо Об остальных Что можешь сказать Про комона Вот это очень важно Например Зачем он так орет Все время А Просто он тусовщик Он мне то же самое Сказал Но что именно это значит В анодной музыке Не бывает В вокальных партии В традиционном смысле В вокальной партии Это удел рока Поэтому считается Немного отсталым Поэтому считаю Считаются Немного отсталыми Не хочу никого обидеть Как по мне Рок Вполне имеет Право на существование Блин Естественно Пиу-пиу Шух Твой авторитет Человека Будущего Ревашоли Поставил Под вопрос Покажи Что ты все еще Сечешь Фишку Дедуля Да что за вопрос Рок музыка Никогда не умрет Никто не обижается Продолжаем Мне не нужно Понимать о том Что рок Напоминать о том Я человек будущего Рок перестал для него существовать Еще в 30 Он Нет 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 Я вот этого Никогда не скажу Рок это круто Так что Да что за вопрос Рок музыка Никогда не умрет Да Кивает она С серьезным видом Никогда Ну так вот Даже если вокальной Апартии нет Даже Надо же хоть иногда Оставлять какие-то слова Верно Чтобы поддать жару Для этого и нужен тусовщик Он просто стоит на сцене Отплясывает И кричит Все как Как все круто Очень заводит Понимаю Люди обычно боятся Проявлять инициативу Делать что-то первыми Танцы Заразительные Это как Когда Кто-то чихает И ты не можешь удержаться Или когда Кто-то зевает И ты Она глядывается по сторонам Немного смущен Собственным энтузиазмом Как бы там ни было Мы определенно Наблюдали Это Ваучи Так Расскажи что-нибудь Про Эя Что тебя интересует Еда заметно улыбается Она Откуда он Давно в вашей компании Честно говоря Мы не знаем Откуда он И кто он вообще такой Однажды мы отжигали Где-то на затворках Фабура И А может и в Коул Сити Не помню точно Может в Коул Сити Самая гиблая гетта Отвратительная дара Сплошные заброшенные шахты На склоне Мон Мартин К западу От Джамрака Самая отдаленная Область Ревашоли Там живут люди Которых даже Эксплуатировать Никто не хочет Эй С нами Или кто он такой Кажется Его зовут Жермен Люди очень милые Тихонько заключает она Ты понимаешь Что это была Отличная ночь Воспоминания Заставляют девушку На пару мгновений Погрузиться в молчание Остальные О себе О себе Опять Да Я все позабыл Расскажи о себе Я же сказала Я серебристая мухоловка Снова эти слова Они действительно Тебе о чем-то напоминают Что это значит Это значит Что на все просьбы О себе не отвечаю Я полицейский Ты должна отвечать А что Есть закон Запрещающий врать Зависит от конкретных Обстоятельств Лейтенант Постукивает Ногой по полу Понял Хорошо Спасибо Скорость реакции Скорость реакции Поймать серебристую мухоловку Скорость У меня есть хоть что-нибудь На скорость реакции Сумрак Сейчас погодите, ребят Я нашел, что у меня Шапка Дает скорость реакции И она довольно неплохо Повышает процент Сейчас попробуем Сорок два Не получилось Понятно Всего со второй попытки Сорок два Хороший процент О, пасару де аргент Трепещет она Возле твоего уха Это у нас было Хардкоп Она с уважением кивает тебе И выключает Своё записывающее устройство Именно так Замели Градская община В Ревашоле Называет человека Которого невозможно Расколоть На допросе Это термин Организованной преступности Обозначает тех Мой отец Мой отец был Из земель Умер много лет назад Он был плохим человеком Я мало что хорошего могу сказать про него И про то Чем он занимался Он купил нашей семье Огромный дом Так что мы жили По крайней мере Некоторое время В гигантском замке В джемроке А потом он умер Ох, да Могу представить Что это было Что было потом И что потом А ты как думаешь Пришли конкуренты И всё отобрали Мы были словно В зоне боевых действий Она скрипит зубами Так что после его смерти У нас ничего не осталось И мы были в опасности Моей матери Пришлось сменить имя Мне тоже Мы всё оставили позади Уверена На счёт твоего плана О нарколаборатории Это было глупо И я до сих пор И испытываю разочарование От того Что эта идея Пришла в голову Именно мне Разве подобная деятельность Не привлекала бы Внимание местных властей Разумеется Я это учла Согласовала операцию С дебардёрами Иначе бы они Разозлились То есть ты хочешь сказать Что Клер знал Дал на это добро Не лично Но он в курсе Здесь ничего невозможного Сделать Ничего невозможно Сделать в тайне От этих туш На самом деле Их не пришлось Не пришлось долго уговаривать Хорошо что ты положил Этому конец Ощущение было Что я превращаюсь В собственного отца Коррумпированного Дельца Неприятно Слыхал Помоги правосудию Стать на ноги Выступи против Эклера Да ладно Это всё Конечно хорошо Но Эклер у тебя На Эклеру У тебя ничего нет Это так не работает Мы должны потребовать У Эклера Объяснения Возможно Эта информация Поможет нам надавить На него Хорошо что ты мне Об этом рассказал Нет 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 На Эклера Я хочу надавить Так что вперед Нет не думаю Что этим мы добьемся Чего нибудь От Эклера Он будет всё отрицать Да Растягивает она Вы уже встречались С Эклером Да К сожалению Была такая Штука Пятница Сказала про Эклера Хорошо Меняем нашу одежку Обратно на энциклопедию Она всегда Хорошо срабатывает Отлично Мы спросили Про остальных Это у нас В готовое Перешло Теперь Да Сказал что Говорит о друзьях Может она станет Более Всё Завершено Теперь нам нужно Взять на себя Ответственность Как говорится Да Что вы хотели Так Как продвигается проект Вижу соседи Зайхали Но всё ещё Слушаю лишь Анотная танцевальная музыка Что Она наклоняется поближе Выражение лица У неё Озадаченное Что вы сказали Едва слышно Заглушение Её Её едва слышно Заглушительными Басами Анотной музыки Я спросил Как продвигается всё Я вас не слышу Кричит она Указывая на гигантский Динамик Из которого Вырывается поток звука Музыка слишком громкая Проект Как он продвигается А Проект На секунду Её лицо Озряется понимание После чего Она сила Кисюг головой Не очень хорошо Почему Есть тут один тип Он указывает на рекомоны Который отрывается По полной За своими вертушками В ярко освещенной сцене Мне нужно Чтобы он подключил кабель На 3,5 Ко входу внешнего сигнала Я направлю Аудиосигнал Через микшер К динамикам Почему просто не попросить его Он меня не слышит Похоже Его заботят только Хардкор И какого-то Очевидно Место Где он хотел бы оказаться Я поговорю с ним Посмотрю Что можно сделать Спасибо Может вам удастся Прикричать волшебные рифмы Оно машет руками Словно в танце Пародируя его Рейверы переехали Теперь вы можете Помочь мне заняться Стрельцом Вот Может быть так Да Уже эти наркоманы Неплохо устроились Но у меня все еще Полно работы Этот проект Невероятно важен Для нее Она не станет тебе Помогать Пока не закончит Понял Блин Все на комоне Завязывается Ну серьезно Чувак Икоман Черт Видимо икоманом Мне придется заниматься Отдельно И я наверное Даже займусь этим Между сериями Потому что Я боюсь я потрачу На это слишком много времени Хорошо Большую часть того Что мы могли здесь сделать Мы сделали Четверг Поговорится икоманом Икабеле Сначала до него Достучаться надо Он вообще Двинутый На всю голову Хорошо У нас есть два Пойдемте поговорим С водителями У нас есть два Пойнта Я сейчас пытаюсь Вспомнить Какие триггеры У нас еще не задействованы Нам нужно будет Очень много Там чего было Не грубой силы А чего-то На ту дверь На склад А нам не очень нужна Эта дверь И мне нужно Накопить поинты Чтобы Вложиться туда Ну-ка С тобой Ничем Больше поговорить Не могу До свидания За бутылочку За бутылочку Акоголя Можно еще поговорить С дураком От роду Так он расскажет Еще одну историю Я подумаю Может быть стоит Это сделать Также Нам бы нужно Купить Игру У нас есть У нас есть Еще триггеры Для богатея В ящике У нас Есть Триггер Для Водителя А со вторым Водителем С женщиной Нам тоже В общем Пойдем сейчас К водителям С кем еще Можно поговорить Так Дружище Что у нас Не хватало Для тебя Everything Какой там Был у нас Концептуализация 72 Кстати Хороший процент Мы ее прокачивали Теперь она у нас Должна срабатывать Да не то Хорош Так Попробовать еще раз Может удастся Найти в коробке На самом деле Интересные очки Вот 72% Ну ну Со второго Раза Нормально А вижу Светло-синие очки На левой дужке Надпись Подводная Австровалийская Рандеву А право Кажется Вручную Вырезанная Из кости О какой Интересный выбор Начальник Очень высокая Культура Наблюдая Как ты изучаешь очки Уличный торговец Впервые Не находишь Что сказать Примерить Вот так Морские Вот так Морские чудовища Видят мир Он останов... Ты остановишься Морским чудовищем Гарри Гигантским Притаившимся И с удивительно Добрым сердцем Все синее Хорошо Хорошо Но на самом деле В этих очках Ты куда хуже видишь Ты словно В прямом смысле Под водой Ты выглядишь Как мир через стекла Цвета морской волны О начальник Вы круто выглядите Вновь перебирает... Вновь набирает темп Уличный торговец И они могут быть вашими Всего за три реала Мои постоянные покупатели Отказались от них Потому что у них Нет никакого вкуса Но вы их нашли Ким Как тебе? Лейтенант Наклоняет голову И отступает на шаг Прищурившись И внимательно тебя рассматривает Для него это как новое дело А вы выглядите Как музыкант Объявляет он Прищурившись И... Прищурившись За собственными очками Как слепой музыкант Но могло быть и хуже Берите если хотите Крутые очки С синими стеклами Возьму Спортивный козырек Амфибия Один Восприятие Минус Восприятие И внутренняя империя А эти Одна электрохимия И одна логика Ну Не надо их Прямо сейчас покупать Но мы нашли себе Лишнюю опцию Это уже хорошо Что они у нас дают Внутреннюю империю Будем знать Эти на электрохимии На электрохимии Мне вообще хватает вещей Пожалуй Козырек на одно восприятие Погодите Восприятие Где мне там Нужно было Восприятие Электрохимия Кстати грубая сила Полностью прокачана Стойкость Полностью Восприятие Мне где-то Его нужно было Много Давайте я куплю Этот козырек Да 6 Почему нельзя Эскейпом Сбрасывать Очень жаль Какие у нас тут Были вещи Скорость реакции Координация Ух ты Кроссовки от фаун У меня есть куртка От фаун Кроссовки Колонки Именно поэтому Я хочу их купить Я думаю Что я сам Некачественная Социалистическая У меня нет времени На хлам Погодите А вторая колонка Мне бы понадобилась Да Нужны колонки Кроссовки фаун С ними Смотреть колонки С ними С ними там было Я уже смотрел На кроссовки Ага Купить Грустные Униженные Самарийские Колонки Ты знаешь Кто я Даже в этом Даже я это не знаю Мне нужны колонки Если вы их Правда Хотите Он делает паузу Почитывая в уме Видите ли Колонки Служит подставкой Для кроссовок Если я продам колонки То куда же мне кроссовки ставить Нельзя же ставить обувь на Для Премиального стиля жизни Прямо на земле С другой стороны Если хотите купить рисовки Могу им подать колонки В придаче за 50 Да За 50 я могу купить И колонки И кроссовки Блин Я на самом деле забыл Тут у нас довольно Важный кусок Но у меня Она как-то из головы Вылетела Стоимость Чего у нас Самообладание Диамические Диамическая ветровка Прибой Посмотреть Содержимые коробки 50 Не 30 Да Я бы наверное взял Одно восприятие Спортивный козырек Спасибо чувак Пока все В конце концов Мне нужно будет Некоторые вещи продавать Я это знаю Но Пока что не буду торопиться Кстати Давайте позвоним Насчет Брони Может сегодня нам ответят Взять рацию Владельцы бронированных ботинок Ну по прежнему Ничего Понимаю Досадно Что у вас еще есть Так Почему Ну то есть А сколько дней Это займет Тогда Это очень Обидно сейчас Было Хорошо чувак Эмпатия Эмпатия 13 Что у меня есть На эмпатию Отдел пару вещей На эмпатию Сейчас посмотрим Как это Все равно 3 Давайте Да Хорош Давайте попробуем Еще кое что сделать Будет ли повышаться Процент или нет Мне все равно Эмпатия Будет еще Нужна Поэтому Так Риторика Где она Вообще Находится Эмпатия Наша Внушение Полицейской волны А Эмпатия Можно только Одно очко И закинуть Так что мы Сейчас попробуем Если это получится Если оно хоть Как-то сдвинет Процент Нет Оно никак Не сдвинет Процент Поэтому Мы добавили Две вещи На эмпатию Плюс Еще и очко Закинули Блин С этим чуваком У нас не получится Поговорить Это очень печально Я бы Пожалуй Хотел Но Так Визуальный анализ Драма И ботинки У нас были На восприятие Вместо эмпатии Все Очень жаль Но видимо Этот персонаж Для нас потерян Скорее всего Я не смогу Просто набрать Столько эмпатии Мы не за того персонажа Играем Нам неоткуда взять Столько эмпатии Уйти Где у нас тут Былает четко Вот она Стоп Давайте в 5 Пальцами Прошу прощения Так Вот так вот Мне кажется Я знаю Что с вами происходит И что же Она Вставляет сигарету Беслитровым штук В мундштук И еще зажигалку Вы дальнобойщица Возьте грузы Через серость Замечательно Прозвольствовал Лейтенант Качай головой Все-таки Спросил Представительницу Пайнс Про серость И теперь Говорит об этом Со всеми Кого видит Что ж Хорошо Вздыхает Лейтенант Только постарайтесь Больше не терять Сознание И не размышляйте У нас нет На это времени Это Здесь точка Почему бы нет Это смерть Для вселенной О Мы сейчас тут На размышляем Так что Мало не покажется О Я уже размышлял Ким Я вывожу Из этого Экзистенциальные Умозаключения Именно этого Я и не хотел Он вздыхает И поворачивается К женщине Мой напарник Хотел узнать Работаете ли вы В сфере перевозок Через серость Уважаемая Не хочу вас обидеть Но ваш напарник Он сжигает сигарету Втягивает струйку Белосеребристого дыма Мне кажется Он немного кретин Оно выдыхает Воздух наполняется Сладковатым запахом Република Сигареты без фильтра Измеска Принюхаться Довольно вредно Для здоровья И ездить Через серость Тоже пожимает На плечах Жизнь Приходящая Я очнулся после ночи Обильных излияний Не смог вообще ничего вспомнить Моё сердце было разбито Я потерял сознание Когда я очнулся Не смог вообще ничего вспомнить Про этот мир Я не кретин Я не детектив Не называйте меня кретином Давайте вот так вот Как Габриэль Буэнгер Всю Сигюми Паризо Кивает она И недобро улыбается Значит ты моя Полная противоположность Я помню всё Даже то что никогда не знала То что никогда не знали Ароматный ром На губах Габриэля После съёмок В автопарке Розы в день коронации Франка Негра На большой лестнице Рейля Демоке Ствола охотничьего ружья Когда стрелили Долорес Дей Выражение её лица Как оргазм Рана у неё на груди Моя рука в руке отца Она закрывает глаза Вики её дрожат Только у меня Никогда не было отца Я никогда не стреляла В наш светоч Долорес Дей Передозировка радиации Героические дозы Эксериф Героические Это не опасно? И внедрение мыслей Подмешивание Магистраль Катла Смакует на слова Это более чем опасно Это грустно Но сперва мне нужно было Зарабатывать на жизнь Теперь Когда видишь Как всё растворяется Откатывается Как морской отлив А потом возвращается сюда Она жестом указывает На площадь Сломанная корона Статуи И лязг машин вдали Что мы делаем здесь? Тысячи лет Габриэль Так быть не должно Мы можем просто сдаться Можем просто обратиться Обратиться паром На что она похожа Серость Как смерть ночью На океан В темноту И Ты не видишь его Но знаешь что он там И что он большой Больше чем Больше чего угодно Больше чем все остальные места взятые Что вы при этом чувствуете? Ничего Пока всё не начинается Когда достаточно глубоко Тогда для меня это как осень Тёмно-серый Оранжевый Оранжевый Цвет уличных фонарей Деревья В электрическом свете пахнет Тоже осенью пахнет Отвратительно Ностальгия Она забилась в кабину И Забилась в кабину Её трясёт Чудовищная ностальгия По себе По людям Это невыносимо Она обожает это Как вы пересекаете её? В чреве воздушного корабля С остальными окнами Чтобы не смотреть прямо в неё Смотреть в неё не рекомендуется То есть Не на этом грузовике? Нет На таком же На Роллере Они нынче все такие Особые колёса Чтобы закрепить На днище трюма Она показывает на машины Сбившиеся в кучу Словно игрушки Колёса Многотонных прицепов Маленькие Круглые И последнее Вы сказали что Мы все можем Обратиться Паром? Да Никаких подробностей Я бы предпочёл То что есть у меня А не у вас То что есть у вас А не у меня похоже У меня уже есть То что и у вас В каком-то смысле Говорят что Есть точка До которой я никогда Не добиралась В самых глубинах Серость Если слишком сильно Собьёшься с курса На У-41А Или в краю Ломоносова Когда с каждым шагом Ты оказываешься Дальше от дома В какую бы сторону Не шла Это точка Невозврата Разум становится Настолько Переполнен Прошлым Что происходит Переворот Она стряхивает Пепел С сигаретой Вместо того Чтобы записывать Записываться Воспоминания Стираются Приближаясь К некому Накачат головой Неописуемому Финалу Может быть Ты побывал На Южном шоссе Она глядит На свою сигарету Которая почти догорела Так же Так жадно Её проглотило А потом Так жадно Её проглотило А потом Смотрит на тебя Южном шоссе Это история Которую Рассказываем Мы Сверхдальние Сверхдальние А не дальнобойщики О тех Дальних пределах Неизвестны Серости Куда они добираются Радиоволны Где всё стихает И темно И начинаются вопросы Стирание Километра за километром В любом направлении Южное шоссе Это дорога Которая нет возврата А что в конце Южного шоссе Никто не знает Что в конце Она достает Доставит сигарету Из машины И тушит её Мне довелось Вглянуть только На начало Я почувствовала Его в темноте Когда была Ребёнком Она затихает Закрывает глаза Её руки Трясутся Ребёнком В грёбанной лодке На озере Мадам Хосианна Вздыхает Она Затем наступает Тишина Она обращает Взор Внутрь тебя Внутрь себя Больше уже Ничего не сделать Сейчас Она где-то Далеко Она словно Тает В когтях Какой-то Неописуемой Рассеянной эмоцией Ребёнок Который Падает Вниз Сегодня С ваших мозгов Достаточно Достив Он осматривает Женщину Та не реагирует Идёмте Подышим воздухом Она уже далеко Молчатевает И повернувшись Уходит Новая мысль Южное шоссе Надо кстати С мыслями разобраться У нас Почти третий уровень Уже приехал Визуальный анализ Мыслей много И мы сейчас Примерно Ох Мы даже Не на половине Прикиньте Сколько здесь мыслей Это очень интересно И в пять Хочу Ещё одну штучечку Глянуть Просто посмотреть Как оно пойдёт У нас уже Не так много времени До конца серии Остаётся Нам Я вообще думал Секлером Уже не будем разгореть Но видимо будем Но меня сейчас Интересует Другое Кстати Да Я забыл Поискать ключ Вот Девушка у нас здесь Ладно Ключ от Синие дверь Я потом поищу По крайней мере Мы получили туда Доступ И это уже Не настолько критично Сейчас я хочу Поговорить Если она мне Сможет что-то Рассказать про Татуировку Это было бы круто Но там Вроде как Толи триггер Какой-то был Который нужно Или что-то такое Сейчас посмотрим Так С вами Ребятам Не разговаривать Не о чем Слыхала Ну как я пел Понравилось Это было Неплохо Гарри Она такая Тыкает Спутниколохнем Правда Жан Откуда она знает Твоё имя Небось Подслушала Где-нибудь Будь бдительным Звезды караоке Звезда караоке Имена Опасны Было Пярец на тебя Было просто Отвратительно Если тебе интересно Моё мнение Бухое позорище Со времен Мигрени Не помню Чтобы так Ждал Пока что-то Закончится Ужасно Просто ужасно Продолжает он Умоляю Больше никогда Не подвергай никого Этим пыткам Ну серьезно Тебе не надо За что Жан Тихо перебивает Она Если чувствует На тебя коситься Ему плохо Не усугубляй И мне Правда Понравилось Ты назвала Меня Гарри Да Я назвала Тебе по имени А что Она звучит Слегка Нервно И печально Откуда ты знаешь Как меня зовут Боже Да все знают Как вас зовут Отмахиваются Она Пожалуйста Завершайте расследование И мы все Оправимся по домам Ладно Я тебя понял Ну что у нас Три поинта Это Хорошо Это прям хорошо Я доволен Пойнты на самом деле Набираются Довольно бодренько Хорошо И с этим проблем Никаких не возникает Все равно Я сейчас хочу поговорить С этой девахой Я постоянно забываю Как ее зовут Опять же У нас Парочка заданий Сегодня закончилась Это очень хорошо Потихонечку Пробираемся К выходу Ну К выходу К разрешению Наших проблем Ежедневных Вот почему я Ну что Я же говорю Что в какой-то момент Я посмотрел И оказалось Слишком много Накопленных заданий Мне показалось Что нужно было Что-то с этим делать Так И пяточка Теперь ты Так Вы не могли бы Рассказать О себе Для протокола Так Я хотел бы Поговорить о вашем Давайте поговорим Подробнее О тех Так называемых Домогательствах Спасибо Дали одну Блин А мы же Запись не послушали Погодите Что нам От нее нужно было У нас Смотрите Как обеднел Наш список заданий Так Узнаете информацию Я перезвонил ей Татуировка жертвы Спросите еще Кому-нибудь Найдите орудие Снимите ботинки С жертвы У нас это не получилось Должен быть Какой способ Поговорить с ним Это с кем А Сайкомоном Да Зараза Предложить Долорес Фигурку Дэй Это мы туда еще Вернемся Взять ответственность Это понятно Об убитом Классе Сказала Что не может Сейчас о нем Говорить Но вам Нужны Конкретные Данные Расскажите Так Об убитом Ее надо Спросить Еще раз Поговорите Вашим Я бы Для протокола Давайте поговорим Подробнее Так назовем Домокательство Парни Харь А где Это Так Аранская Литра Что Чем вы Занимаетесь Какие Сколько Вам лет Взглянуть На паспорт Боюсь Что нет А почему Да Это было Я абсолютно Уверен Что по закону Имею право Послушайте Господа Поворюсь К вами Здесь Нравится Но не хочу Застрять Тут Слоняюсь По улицам Словно Призрак Когда у меня Крадут Все документы Не хочу Стать Рабыней В каком Нибудь Борделе Будь Истрит Не хочу Чтобы Родственникам Пришлось Платить Выкуп Есть Множество Других Причин Скрыть Документы Но Вы Ведь Спрятали Их Не Поэтому И Поэтому Тоже А почему Еще Он Внезапно Становится Очень Внимательным Меня Не очень Любят Там Откуда Я приехал Есть Даже Те Кто Меня Очень Не Любят Если Они Здесь Появятся Мне Придется Поторапливаться Я Не могу Допустить Чтобы Такой Спешки Мои документы Куда-то Подевались Однако Не Беспокойтесь Это Не Имеет Никого Отношения К вашему Расследованию Что Это За Люди Но Те Которые Вас Не Любят Мне Бы Очень Не Хотелось Говорить Об Этому Давайте Сменим Тему Это Неважно Разве Что Вы Меня Подозреваете Она Выкибает Бровь Нет Мы Пришли Просто Поговорить Хорошо Ладненько Так Это Не То В Домогательствах Тит Уверен Вас Чем Вы Жертвой Занимались Должно Быть Вам Было Тяжло Что Вы Можете Про Него Рассказать Имя Цвет Глаз Вот Простите Я Не Могу Может Позже Я Понимаю Это Тяжело Можем Вернуться К этому Позже Ну Так Когда Позже День Уже Прошел Это Не Срабатывает Хорошо Нам Нужно Послушать Пленку Про Пленку Я Вообще Забыл Нафиг Давайте Тогда На этом Заканчивать Продолжим Следующей Серии Спасибо Что Были С Нами Всем Удачи Добра Бобра Всем Молодшик Всем Покеда Молодшик Молодшик Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok